Российская Федерация запустила по Украине ракету с имитатором ядерной боеголовки. Издание «Дефенс Экспресс» из собственных источников сообщает о том, что это одна из двух ракет, которая была сбита 17 ноября над Киевом. Попытка Российской Федерации опять сыграть на ядерную тематику, то есть якобы они отправили соответствующую ракету, которую после проведения экспертизы все понимают, что она могла бы в теории нести. Речь идет о крылатой ракете типа Х-55. Это советская ракета, которая изначально конструировалась как носитель ядерного оружия и была создана в 1980 году. В основном Россия использовала для ударов по Украине ракеты типа Х-555. Это не ядерная модификация предшественницы. Если говорить проще, то россияне просто взяли ракету ядерного типа Х-55, вынули оттуда ядерную боеголовку, а вместе этого оставили только внешнюю ее часть. То есть туда не была заряжена даже обычная боеголовка. Это может свидетельствовать как минимум о нескольких проблемах в армии России. Продолжает фиксироваться острый дефицит высокоточных ракет у Российской Федерации, поэтому в ход начинают запускаться уже ракеты не с обычной боевой частью, а демонтируется ядерная часть уже у ракет. О том, что Россия действительно испытывает дефицит ракетного запаса, говорят не первый месяц. Но следует отметить, что риски запуска их по Украине от этого не уменьшаются, поскольку есть множество нюансов. По состоянию на сейчас, то, что выдавалось нашими силовиками информация, то есть можно посчитать, что это где-то у них осталось первоначального запаса в районе 29%. Но, конечно, это не означает, что у них полностью не будет ракет, потому что есть опять-таки эти ракеты Х-55, более старые ракеты Х-22, переделанные, видим, как АС-300 продолжают стрелять, как наши города обстреливаются с градов. То есть, в принципе, оружие дальше есть. Еще запуск ракеты с пустой боеголовкой может свидетельствовать о том, что россияне в тот день пытались создать эффект массового удара. И для этого пускали в ход все, что было. Что еще раз подтверждает версию с дефицитом. Ведь зачем еще было запускать по Украине Х-55 с пустым имитатором ядерной боевой части? Испытывается наша система ПВО. Мы помним, как раньше нас массированно атаковали те же самые шахеды, другие беспилотники, на которые мы также тратили запасы ракет систем ПВО. Но в этой ситуации есть еще пара интересных фактов. Первый. В очередной раз подтверждается бессмысленность каких-либо договоренностей с Россией. В 1991 году Украина имела в своем арсенале около 1 тысячи ракет Х-55. Но уже ни разу упомянутый за время полномасштабной войны Будапештский меморандум внес свои коррективы. В те же 90-е ядерные боеголовки передали России в рамках ядерного разоружения. Но вот ракеты все же остались на складах до 1999 года. Правда и тут есть связь с Российской Федерацией. В то время было подписано соглашение о передаче для России стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет, чтобы погасить задолженность нефтегазу на сумму 275 миллионов долларов. Тогда Москва получила 580 ракет Х-55 и Х-55СМ. Остальные уничтожили в Украине. И даже если на данный момент Российская Федерация испытывает трудности с высокоточными ракетами, то запуск менее модифицированных несут другую угрозу. Действительно выполнять поставленные задачи по дестабилизации энергетической инфраструктуры Российской Федерации становится все сложнее. Вот такие ракеты могут попасть по гражданским сооружениям, даже если летели в военный или инфраструктурный объект. Таким образом, россияне продолжают заниматься террором гражданского населения.